Дорогой Максимушка, ты наша защита и опора. Спасибо тебе за храбрость и мужество, за то, что ты не побоялся трудностей и показал себя с лучшей стороны. Я верю в тебя и знаю, что горжусь, мой мальчик. Ты единственной маме опоры и пример для брата. Береги себя, не лезь на рожон, будь благоразумным. Удачи, везения, стойкости, храбрости и, конечно, мирного неба. Желаю тебе бодрости духа, очень люблю, крепко обнимаю, целую, твоя бабушка. После рекламы мы поговорим об участниках проекта «Московское долголетие», которые помогают нашим солдатам в зоне конфликта. Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о том, как участники проекта «Московское долголетие» стали волонтерами, помогающими нашим бойцам на передовой. У нас в студии участницы проекта «Московское долголетие» Ирина Терехова и Татьяна Драгунова, а также актер театра и кино Саслан Фидаров. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Первый вопрос к вам. У вас внук на передовой сейчас. Да. Как вообще в целом семья приняла повестку? Тяжело, потому что, естественно, для нас он еще мальчик, 22 года, совсем молоденький. Но все там обстоятельства, папа ушел, сейчас его рядом с ними нету. И он сказал, а кто будет защищать, кроме меня, вот мою семью, мама и брат, который младше ей. И я говорю, я пойду. И он буквально там, ну, пришла повестка, там дня через три мы пошли уже туда, на сборный пункт этот. У вас же ситуация, что вас ведь никто не призывал, вы же просто, личное желание было поехать. Меня никто не призывал. Я с 14-го года там. Вот, я поехал друзей защищать, помогать друзьям своим. У меня очень много друзей там. А сейчас еще больше стало друзей. Поэтому я искренне считаю там очень многих ребят своими братьями сегодня, за которых я буду идти до конца, и за тех детей, за которых я увидел в 14-м году. Я не разу об этом говорил. И с теми людьми, с кем я там нахожусь, мы будем это дело доводить до конца в любом случае. Чего бы это ни стоило. В какой момент вы решили, что будете помогать нашим бойцам в зоне конфликта, внуку и всем остальным? Ну, началось, во-первых, практически с первого дня. Как только они попали, ну, я не знаю, часть, или как это называется, вот, началось, значит, надо вот это, вот это, вот это. Ну, и мы по мере возможности пытались, естественно, сразу все помогать. Не только своему, но и тем ребятам, которые вот были вместе с ним. А потом, прочитала в нашей газете, что в церкви выдают шерсть, можно вязать носки. Думаю, ну что, я могу. Почему бы не? Я поехала туда, мне выдали пакетик ниток. Пришла домой, повязала какое-то количество, отвезла туда. Вот, потом вот подруга мне стала помогать тоже, там и нитки подавала. То есть, сама вязать не может, ну, свои средства где-то вкладывала. Ну, мы как-то потихонечку стали это. Потом мы собирали сладости ребятам туда посылали, потом открытки на 23 февраля, письма просто. Вот я сидела и писала кучу вот прям вот писем, чтобы, ну, как-то донести. Подписывалась бабушка. Ну, вот бабушка. Спасибо вам большое за такое отношение. Это очень ценно и очень важно то, что вы... Вот, не знаю, ему дошло туда, куда что или нет, но мы посылали. Там все общее, все... Вот, и он мне в свое время сказал, бабушка, говорит, вот то, что приходит, ребята все читают и, говорит, вот здесь держат. Это вот действительно ценно. Ну, мы пытались так вот. Ну, это вот. Ну, а потом в ТСО у нас, в нашем вот это, где наше долголетие, наши тоже стали собирать, и я узнала, мы туда приходили. Поделись теплом вот это. Да, поделись теплом, да. Была первая акция, которая была в декабре на катке. Значит, собирали со всех районов по несколько человек. Мы там участвовали вроде как веселых стартов на катке. И была вот эта акция, поделись добром. То есть доносили до людей, что это такое, как это делается, что вы можете сделать, что вы можете там, как помочь. Значит, какие-то там что-то продавали там в палаточках, кто-то приносил деньгами, кто-то писал письма, там прям вот были заготовленные бланки. Ну, вот это вот был первый, как говорится, такой вот акт, или как там, я не знаю, то, что в долголетие, в принципе, узнала об этом. И потихонечку начали собираться в какие-то кружочки, в какие-то там кучки и начинать вот это все дело делать. Но в силу того, что все-таки пенсионеры особо много не могут, ну вот кто нитки, кто спицы, кто там просто вяжет, ну как-то вот это собирать, как можем, помогаем. Есть возможность что-то купить, значит, покупаем, как-то отправляем. Саслан, вы ведь не так давно вернулись из зоны специальной военной операции. Ну, уже сравнительно месяц назад. Ну, приходилось наблюдать реакцию бойцов на вот когда они получают свои руки? Конечно, конечно. Это сколько лет-то продолжается? Конечно. И бойцам, и мы же сперва детям все возили. Поэтому у детей одна реакция, у родителей другая реакция. У бойцов, конечно же, они скромные все, железобетонные у них, они такие сильные все. Поэтому это разные реакции. Ну, конечно, когда боец читает письмо какое-то, да, и так наблюдаешь за ним, а он, хочется ему какие-то чувства выразить, но он отходит и прям... Конечно, да. Это от детей получать... Подписано бабушка. Бабушка. Бабушка, ребенок, которого он там около полугода не видел. Это же, конечно, трогательно очень все. Любой мужчина, это как бы... Ну, дети, это вообще святое. Это святое. Естественно, все восприятие вот этого, оно, конечно, очень... Детишек, когда видишь, особенно в таком положении, в бедственном, то уже ни о чем не думаешь, идешь вперед, вытаскиваешь все. Поэтому вообще не страшно ничего. За детей вообще ничего не страшно. Ваше семейство большое, оно единодушно все, как ты это воспринял? Или были, скажем так, разные мнения? Да нет, я бы не сказала, что разные. В принципе, как-то, ну, прониклись мы этим, как-то вот нормально восприняли. То есть, да, конечно, он один пошел, остальные вроде как в Москве. Вот, но поддерживают. Как-то вот тоже был момент, когда они перезванивались. Вот, пятый внук у меня, например, они в колледже тоже собирали посылки, писали письма. Я ему даже там наметочки говорю. Он говорит, я не знаю, что писать. Я говорю, вот смотри, вот здесь вот, и свои слова туда добавь. То есть, в принципе, вот писали все это. Татьяна Викторовна, у вас ведь тоже кто-то там на линии соприкосновения? Нет, я просто от московского долголетия, вот в это, подари добро, тепло, как бы с этим. Нет, у нас чисто женская семья. Семья большая. Вот, но по мере возможности, как бы стараемся, что-то вот, ну, через московское, большей части, долголетие, во всех мероприятиях, и вот шерсть покупали, и ребятам, вот Ирина возила, там и сладости какие-то покупали, когда, ну, мне кажется, юноша все равно сладкое любит, что бы не было. Мужчины вообще все любят сладкое. А все любят, там же и сладкое. Вот, поэтому что могли, вот покупали, вот так вот потихоньку. А так, ну, в моей семье все поддерживают. Даже вот, у меня мама 85 лет, и она, как бы вот, от уши, пожалуйста, да, давай, делай. Саслан, вы ведь дважды чуть не погибли там, на передовой. Со стороны семьи не было, типа, хватит, долг выполнил. Уже вот... Нет, до сих пор ругаются со мной. И... А что я могу поделать? Уже как бы... Ну, как что? Мы знаем, что можно поделать. Не будем называть некоторых ваших коллег. Нет, ну, это уже, наверное, состояние души. Это уже нереально. Исправить. Я, в общем... Не то, что состояние. Я вот сейчас месяц нахожусь здесь, я себе места не нахожу. Переживаю, конечно. Потому что это нелегко все переживать. И когда как-то там находишься, все это как-то... А сейчас себя больше виноватым чувствуешь, потому что ты здесь как-то, а не там. А я считаю, что это очень важно, что вы здесь. Есть такой термин информационная война. Вот сейчас вы тоже на передовой, потому что люди видят вас. Они слышат вас. Они видят, какие прекрасные лица. И в студии, и на фотографиях. И понимают, что мы все вместе должны быть.